У Лабутнанского управления образования появился еще один повод для гордости. С нового учебного года в Центре развития ребенка «Улыбка» и первой-пятой школах появится мини-лаборатория, с помощью которых ребята узнают больше об окружающем мире, самостоятельно проводя различные опыты. Какие науки покорятся дошкольникам в следующем сюжете. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А еще лучше самостоятельно провести опыт, изучая звуковые волны, атмосферное давление или принцип действия магнитного поля. Тогда материал легко и просто усвоится даже самыми маленькими учениками. В этом лаборатории для изучения звука. Видите, специальная подставочка для камертонов, камертоны. И каждый ребеночек, они тут и так слушают, и так слушают. Вот они, видите, звуковые волны. Изучение погоды, звука, магнитного поля, атмосферы, строения молекул. Это и многое другое будет доступно воспитанникам Центра развития ребенка «Улыбка», а также ученикам первой и пятой школ уже с сентября. Цифровая лаборатория куплена на средства окружного бюджета и позволит на практике понять основные законы окружающего мира. Создаем, реализуем в этом году проект. Я думаю, что мы где-то его 12-15 сентября будем презентовать, потому что там сейчас еще заканчиваются ремонтные работы. Это создание, естественно, научной лаборатории в детском саду Центра развития ребенка «Детский сад Улыбка». То есть там будет создана такая, знаете, исследовательская лаборатория для дошкольников. Она будет общегородского такого плана. Там же будет реализовываться наш проект «Лего». Проект «Лего» называется он условное название «Робот-сити» на сегодняшний день. Все это поможет превратить теорию в практику. В каждом чемодане 12 комплектов необходимых для проведения опытов элементов. Кстати, чемоданы делают лаборатории еще и максимально мобильными. А пока воспитателю с удовольствием занимаются изучением новых возможностей проведения занятий. Я проработала в 25-летучком физике. Вот мы этот опыт, я делала, как учитель демонстрационный на весь класс. А теперь дает возможность каждому ребенку самому своему опыту. Видите, разрывается прямо. Вот это все, я считаю, что будет прекрасно детям рассказать, а опыты они будут видеть и делать сами с превеликим удовольствием. И для них это совершенно труда не будет составлять никакого. Во время опытов ребята узнают, что такое молекула. Атмосферное давление, магнитное поле изучат звук и тон. В этой лаборатории все продумано до мелочей. Даже стул, который, безусловно, понравится маленьким непоседам. На нем можно качаться, и он никогда не опрокинется. При этом он формирует мышцы спины. Молекулу можно собрать самостоятельно, а можно увидеть в микроскоп. Подключенный к компьютеру, он не просто демонстрирует внутренний мир, но и фиксирует все наблюдения на видео. Вот так в игровой форме дети сами найдут ответы на все интересующие их вопросы. Почему магнит притягивает, почему компас всегда показывает на север, и как из металла рождается мелодия. Ольга Подковыркина, Николай Нарватов, программа «Время местное». Повторяю. Продолжение следует. Подключаем.